Салют, комрады! С вами Мастер Рэм, я в Алма-Ате, дрессирую. Вон у меня есть такое животное, которое, оно вообще мясоед, как выяснилось, хищный. И вообще вы понимаете, что в Казахстане сейчас лето, вот так вот, на бассейне, типа он уже и мясо ест, да, этот сковорец, потому что китайский сковорец. Друзья, в этом видео мы будем просто, наверное, ходить по городу, бродить, вы посмотрите какие-то знаковые места, прямо сейчас вот мы в центральном бассейне. Это Рахат Фитнес, очень классное место, тоже по-своему фундаментально. Я здесь плавать учился, ну а дальше по городу, дальше больше, интереснее, так что оставайтесь на канале, смотрим. Так, это наш парад. В Алма-Ате есть метро, очень крутое. Следующая задача, комрады, получить посылку с фитлайном. У меня стрелка с мужиком, да, вот он, монстр, спецназа, мы идем в СДЭК, сейчас я получу посылку, и дальше надо немножко отсыпать брату, потому что у него есть желание протестить, что почем он разбирается в БАДах и всем остального. Стретьи, братья, так как тут передо мной в косяках, поэтому мне разрешили по-большущему. Блату узнать, сколько я вешу. Да нет, я не верю, галлюцинация какая-то, 89. Просто ногти не подстрелы. Все, братья, начинаем, да, видео для мамы, смотрите, вот. Девушка вчера подверглась нападению вампиров, и ей мы тоже дадим, наверное, какой-нибудь кусочек. Возможно, даже ей дадим Мэнс Плюс, чтобы она нормально тестостерона приподнялась. Вот, кстати, мужик, вот эта вещь. И вот, для брата, что вы думаете, он пришел в рабочее время прямо сюда, скорее всего, это тебе посмотреть, там активайс написано, это тебе, это мне, муштяк. Смотрите, ребят, пока мы все эти разбирали, перекладывал там из коробки туда, у меня еще на базар, наш ремонт, вы помните, смотрите, Оля говорит, о, вы такие крепкие пацаны, прикольные, как, что, она сразу задвиж за ЗОЖ. И вот она похудела, говорит, на 16 килограмм за 2 месяца. Я считаю, что вот это достойно, и если она еще добавит это вот в фитлайн, то это наверняка ей поможет, потому что энергии дофига, поэтому мы такие стройные, худые, короче, ходим, двигаемся. Поняла, что надо становиться партнером, потому что на этом еще денег зарабатывать. Мы миллионеры все. Это жгалимая сетевуха, блядь. Вот так мы затягиваем наших доверчивых девчонок в эту сеть. Как Игорь туда попал, я не понимаю, он вообще не подходит по типичным портретам. Ну, еще, ребят, гуляя по спальным районам, надо бы заняться стайлом. Че-то мне вот эта солома на голове не нравится. И, походу, мы ворвемся туда. Фух, девчонки, на фотках хорошо. Здрасте, а почем стрижка? Вы слышите уже этот голос? Здрасте, а где вот эта, которая отвечала? Наглая, наглая, где? О, это же босс, вы же знаете, кто это. Колесо. Салам-алейку. Че, как, работу смотрю, кипит, е-мое. Как дела, братишка? Хорошо. Хороший у вас тут, нормально лежать. Че, живешь здесь? На работе прям не уходишь домой? Да, приходишь. Классно выглядишь. Как Таиланд, загоревшая. Ноги, ноги. Ну, ноги на троечку, как бы, в целом. Ну, так, девчонка, ничего, нормально. Короче, покраситься надо, ребята. Ну, че, я, как бы, попросил немножко познать по-брутальному, чтобы по-мужественному похоже. Написано в туалете. Приказываю, назначите ответственный. Ну, босс есть босс, ребят. Я думал, все-таки я буду, как опять петушара. Но, фантастишь. Это радость. Это радость. Здесь, короче, парикмаршеский салон, Беленин. Вашу ручку. Ребля, даже не знаю. Таугул, Эльмагуль. Таугул. Цветочек какой-то, вообще с казахского переводится. Вот так, простая с виду. Горный? Да. Все, горный цветок. Простая с виду во дворе. А мастера, блин, это божественно. Реально, спасибо. Вы видели, сколько дипломов. Вы видели, как я выгляжу. Все, фантастишь. Идем пить фитлайн. Ну, я решил подарить боссу стакан. Вот, но... Там уже у нас битва бадов. Вон там, просто. Уже, говорю, тут у нее какие-то акулии задницы. Самая лечащая. Это рак. Потом ежики. Что за ежики? Морские. Морские ежи. Говорит, 300 болезней лечат. В общем, оказывается, каждый торчит уже на своем баде. Давно. И битва бадов. Битва эгрегора. Я же устал. Такая вообще вредная. До конца пи, чтобы снять, короче, эффект, который сразу молниеносный происходит при питье флагманского. У меня почувствование началось. Началось. Вот, уже чуханит. Все, ждем, ждем. А это уже энергия. Сосудики расширяются. Вот. Блин, босс вообще растрогал. Меня денег не взял. Миллениум, ребят. Теперь тут придется рекламную интеграцию впихнуть. Все кругом продукт их стрижет. Весь район окучен. Так что здесь Реда в Алмате. Ух, камрады. С такой причиной не стыдно в сауну. Сейчас мы зайдем в элитную Белку. Но там должно быть круто. Никогда не задавались вопросом, почему каскадами в Алмате все реки. Ну, наверняка, ответ у вас уже в голове есть. Потому что селе опасная зона. Потому что там горы. И потому что город может к чертям снести в любой момент. Камрады, таких облаков над горами я здесь, в Алмате, еще не видел. Это же летающие тарелки, зашифрованные под облаками. Камрады, безумный вид здесь. Как тюбы, а тут есть такой ресторанчик. Медленное движение неотехнологий. Как это можно увидеть вот так? Ты сидишь, у тебя тут кайф нежный. Какой барашек заскакивает. Конинка. Все-таки казахская кухня. И весь город перед тобой. Проспект Альфа-Араби. Вечерняя пробка. Народ. Период из офиса. Вы видите уже стоп-сигналы автомобилей, которые уходят. Вот здесь мелкие брызги для того, чтобы жаркий августовский день приносил вам наслаждение. Чтобы вы сидели и чувствовали себя мега комфортно. Это удивительное место. Я тут первую и оказался в такое время. Главный фантастик, друзья, Казахстан, это семечки джин. Вы знаете, тут подсадка стопроцентная. Весь Казахстан визит на этих семках. Особенно я, потому что я иду туда, в парк. И там я буду зависать, щелкать семечки, смотреть, как кусают современные люди, молодежь. Горячая тесто, как и лужа. Ты понимаешь, что ты уже, знаете, созревший мальчик, когда у тебя в том словарном запасе начинают появляться такие слова, как молодежь. Ждем фонтанчиковое казино. Трудов комрады немерено. В казахском орнаменте вырастут цветочки разного цвета. Да, это наш парк. Как всегда, в каждом городе есть парк имени Горького. Где все могут приходить, тусовать, весело, задорно. Раньше, друзья, это был один из криминальнейших районов, который стоял на перекрестке, знаете, нескольких таких неблагополучных райончиков. Сюда приходил ты с кроссовками, часы на руке. У тебя мог вот такой подходить, такой, ну что, брат, потаскаем, дай погонять. И ты домой такой, мама, что ты это, на тренировке кроссовки оставил, и забыл, а вернулся уже не было. Так, и тут без индийских не обошлось. Ребят, вот он ее запихивает назад. Ну, точно с Гуджарата? Ха, прикол. Ту-ту-ту-ту. Так, интересно, если... А почему мышь? Наверху какая-то крыса сидит на голове у Кэмела. Прикольно. Да, камрады, это очень красиво. Ну, не менее красиво, это когда казахские девчонки, они делают вот такого рода цвет на голове. Это непросто, вы понимаете, вывезти из черного в такой белый, пепельный. Здесь вот этот снежный бар, с которого я еще с детства, с молодых ногтей помню. Здесь был раньше кинотеатр, но сейчас какой-то динозавр сотворили. Вот это дорожка, которая идет к зоопарку. Там еще вы увидите красоту невероятную с ресторана Поплавок. На фонтаны прилагаются. Это же замки-замки. Тут все про любовь. Шигес и шалпан. Навсегда forever. Вот, камрады, та точка, которую только коренные алматинцы знают здесь. А? Оценили? Ничего себе отморс. Так, все, началось. Юльская. А, уже с лестницей. Ништяк, ништяк. А ты думал, что это здесь не индийские гады? Вот, братва, купается. Это из сериала «Почему мужчины живут меньше». Так много новых домов понастроили, которых я вообще в своей жизни не видел. Эти вообще какие-то полукруглые. И где-то здесь, в частном секторе, должна быть банька. Ну да, если Алматы – это горы, то такие тачки тут на каждом шагу. Атасная надпись. Не парковать, если не к нам. Загламуренная белочка. Петушары, как всегда, какие-то на английском. Keep getting close. It's no matter what the chickens tell you. Ахахаха, офигеть. Ё-моё, шикарный двор. Встреча. Вы на процедуры? Естественно. Иначе, что бы я тут делал? О, уже сразу чувствую сауну. Но нам дальше поход. Движение куда-то туда. Дальше беседка. Блин, красота. Это неплохой огород. О, камрады. Первое, что я воодушевился – это, во-первых, от таких трусов. Одноразовые труселя прозрачные. Это для меня не стринги, жаль. Ну что, девочки, попросите. А мне очень здесь нравится. Здесь будет происходить. Это вообще витняк. Здесь, видимо, будет массаж. Фантастический релакс. Просто мега. Ораемся. Интересно, что должно быть в сауне. В сауне должно быть по красоте. Слоны. Какая же из них дверь. Интересно, если есть? Это что, сауна? Оба-на! Секретная комната. Как вам мая шапка? Я вообще люблю быть самыми на стиле. Ты запотеть. Мальчишки и девчонки. Также их родители. Тебе не нужно. Прекрасно. Камрады, в общем, ты в таких панталонах укладываешься туда. Ты лежишь. Тебя массажируют молот. И потом намазывают четко ментолом. И окутывают, как муми. Пластик. Отключаются. И ты. Как может, не поработать. Только что обмыть, уплываешь через эту смерть. Ничего подобного я не испытывал. Это просто разблазанная фантастика. После того, как тебя еще вернули, они еще на тебя набрасываются с классическим массажем. Все время. А сейчас на помывку. Блядя, что делают эти красотки? Как-то мечтаю. После каждого массажа я клянусь. Говорю, блин, три раза в неделю всегда. А потом проходит время. Один-два дня. И ты говоришь, да ну ты что? Наемник. Ты сам себя замассажируешь. Это какие-то горячие камни, что присутствовали. А магничные горячие камни, ребят. Всего лишь чай, комрады. Ну все, уставшие, довольные. Потрясающе. Я бы остался здесь жить. Вот если бы я был какой-нибудь кошкой или собакой, я бы такой просто скребся в двери не открывать. О, какой милый котенок. Я такой раз на массажный стол и такой все. Я с вами, я живу здесь. Вот такие у меня ощущения. На улице позднее вечер, время пролетает незаметно. Мы сидим беседкой, наслаждаемся. Вообще все по высшему разряду. Мне нравится, что девчата могут иметь такие крепкие пальцы, хваткие зубы. Такой цвет окружающего неба. Фантастика, короче. Яблоки скоро заспеют. Ирландский пап, ребят. Ну тут вообще тусишь. Если бухать, то только здесь. Потому что я думаю, тут еще и английский потянешь. Еще и гитариста вам послушать. Короче, нормальная тема. Вот это. Не, ну я думаю, это не подруга его, если честно. А напротив легендарное кафе Льдинка. В чем легенда? Оно в советских времен до сих пор работает. Оно в советских времен до сих пор качает. Ну главное мой, что в это кафе вот такой фейс-контроль. Люди стоят в очереди, красивые девушки. Я это не понимаю как бы вообще никак. Что ты стоишь в ожидании денег. Ну у меня это в жизни нет такого формата. И я никогда не пойду в такое заведение. Но вот здесь, оказывается, в Алма-Ате. Я понимаю, в Москве, конечно, мы сталкивались с такими. Но в Алма-Ате не знаю. Вот, камрады, этим видео я закрываю блог про Казахстан. Все прогулки, знаковые места, которые есть в моем родном городе Алма-Ате для души. Я их поснимал и смонтировал в этот видос. Я здесь, в Турции сейчас, еще несколько дней побыв здесь, на туре, европейском туре. Для людей, связанных с фитлайном, мы уходим в свободное плавание по Турции. Буду изучать, буду посещать какие-то места. Ликийская тропа, Каппадокия, Стамбул, Памукамоле. Не уверен в произношении. Поэтому, друзья, шлите донаты. Потому что в тот раз я сказал, что не надо. И тут же брат прислал 3000 тенге. Я тебя благодарю, братан. Если кто-то шлет, пишите там в телеграм-чате. Я там постоянно. Он будет, ссылка на него в описании. Ну и также, кто хочет, ПМ Интернешнл. Это продукты БАДы, витамины, аминокислоты фирмы Фитлайн. Посмотрите там, 20% скидка в описании. С вами был Мастер М. Лайки, фингерсы, вы все знаете. Обнял вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова